физкульт привет друзья и ученики сегодня мы с вами поговорим о мышцах которые необходимо тренировать не только для того чтобы ваши руки имели внушительные размеры ибо трицепсы составляют две трети от общего объема рук но и чтобы ваши локтевые суставы не болели так как одна из первых причин болей в суставах это неграмотное распределение тренировочной нагрузки в вашем сплите где бицепсу уделяется больше внимания нежели трицепсу кстати эта же причина может вызывать боли в коленном суставе когда квадрицепсу уделяется чрезмерное внимание нежели бицепсу бедра бицепс состоит из двух головок в то время как трицепс из трех что само по себе для здравомыслящего человека является логическим выводом о необходимости уделять трицепсу больше внимания нежели бицепсу необходимо соблюдать баланс когда ваши трицепсы больше и что главное сильнее бицепса но бицепс всегда должен стремиться догнать трицепс в силовых показателях в то время как трицепс всегда должен в свою очередь стараться увеличить данную дистанцию при таком подходе к тренингу вы не только будете иметь гармонично развитые руки в обхвате плеча но и сами руки будут казаться реально большими но что самое главное на мой взгляд у вас не будут проблем с локтевыми суставами всеми нами любимую и вожделенную трицепсовую подкову составляют три головки трицепса трицепс трехглавая мышца плеча веретенообразная производит разгибание локтя находится на задней стороне плечевой кости состоит из трех пучков или головок длинного латерального и медиального латеральные и медиальные головки трицепса берут начало на плечевой кости длинная начинается на лопатке волокна всех трех головок сужаясь переходят в общую трицепсовую связку которая пересекает локтевой сустав и крепится к выступу на локтевой кости предплечья сокращение трицепса приводит к выпрямлению руки у некоторых людей мышечная брюшка трицепса тянется по всей руке до самого локтя у других трицепсы более пиковые но с короткими мышечными брюшками как вы убедились хотя у нас и три головки которые берут начало в разных местах соединяются они все в одну связку и так как она одна то при любом упражнении работать будут все три головки трицепса но так как начинаются они все же в разных местах то степень нагрузки на каждый пучок все-таки можно варьировать как это делать я расскажу ниже повлиять на длину общей связки для всех трех пучков невозможно она задается генетически а как вам должно быть известно длина связки обратно пропорционально длине мышцы то есть чем длиннее связка тем короче мышца и чем короче связка тем длиннее мышца считается что чем длиннее головка мышцы тем большим потенциалом к росту обладает сама мышца как многие уже догадались основными функциями трицепса являются разгибание плеча разгибание локтя приведение локтя они так как думает большинство что только разгибание в локтевом суставе латеральная и медиальная головки начинаются на плечевой кости а длинная на лопатке повторюсь 30 довольно хорошо развитая мышца располагающаяся на всей задней поверхности плеча основная функция трицепса разгибать предплечье в локтевом суставе длинная головка действует также на плечевой сустав участвуя в разгибании и приведение плеча к туловищу все три головки пересекают локтевой сустав а длинная пересекает и плечевой все три головки мышцы работают вместе при любом движении и нагружаются практически одинаково другими словами любое упражнение на 30 затрагивает его целиком и размер каждой из головок задан генетически это мы говорили выше если у вас отстает какая-то из головок трицепса то на практике никаким изолированным упражнением вы не сможете воздействовать на отстающий пучок и прицельно его увеличить единственный выход это сделать весь трицепс еще больше естественно при помощи базовых упражнений и грамотном применении изолированных вот парочка практических советов как можно смещать нагрузку при работе на трицепс сторону того или иного пучка при поднятых руках и уводе их за голову вы будете больше вовлекать в работу длинную головку трицепса чтобы смещать нагрузку на два других пучка необходимо разводить локти в стороны а также для смещения нагрузки на латеральный и медиальный пучок необходимо бронировать кисть при супинации кисти и прижатии локтей корпусу вы задействуете медиальную и длинную головку мышцы как я уже говорил лучше всего стимулировать трицепсы как и любые другие мышцы базовыми упражнениями где брусья и жим лежа относительно узким хватом будет являться лучшим выбором рабочей лошадкой из-за своего анатомического положения из всех трех головок является медиальная головка также следует помнить что если вес отягощения будет незначительным то львиную часть работы будет забирать на себя именно медиальный пучок длинная головка включается в работу после медиальной а латеральная и вовсе в последнюю очередь и только при больших рабочих весах или высокой интенсивности давайте более подробно разберем биомеханику работы каждого из пучков как может показаться на первый взгляд длинный пучок трицепса несмотря на то что является самым большим из всех трех не спешит включаться в работу для того чтобы заставить его работать необходимо отводить локти в стороны от туловища при выполнении упражнений и чем более легкий вес отягощения тем больше необходимо отводить локти латеральный пучок включается в работу только при высокой интенсивности и при серьезном весе отягощения именно по этой причине и жим лежа узким хватом и отжимания от брусьев являются лучшими упражнениями для трицепса так как позволяют работать с реально большими отягощениями при этом являются базовыми задействуя несколько суставов что является для трицепса очень важным именно с точки зрения сохранения локтевого сустава здоровым на этом следует акцентировать особое внимание изолированное упражнение выполняется одним суставом и движение получается на излом так как вся нагрузка ложится исключительно на один сустав это происходит из-за неестественности изолированного упражнения для нас с вами вот еще один аргумент в пользу базы где в работу включаются несколько суставов распределяя усилия между собой что является естественным для нашего организма из-за неестественности изолированного движения мы используем в них меньшие веса что естественно включает в работу меньшее количество мышечных волокон и здесь база в приоритете теперь вы понимаете почему у большинства занимающихся такое упражнение как французский жим лежа вызывает острые боли в локтевых суставах лучше выполнять данное упражнение сидя так как это более комфортный вариант для локтевых суставов и я не встречал людей у кого бы страдали локти от данного упражнения я говорил выше но повторюсь что самая рабочая головка трицепса это медиальная которая включается в работу даже при небольших нагрузках теперь когда мы более-менее разобрались анатомии и биомеханикой мы понимаем что натуральному атлету нет практически никакого смысла работать над трицепсом в изолированных движениях от них можно вообще в принципе отказаться сосредоточившись на базовых упражнениях с солидными весами это и массу рукам прибавит и силу в жиме лежа добавит да к тому же убережет локтевые суставы от травм и повреждений и снова повторюсь что лучшим выбором будут жимы лежа относительно узким хватом и отжимания от брусьев и запомните что тренироваться всегда нужно грамотно от этого зависит ваш прогресс в массе и силе а рельеф это вопрос питания они тренинга и если кто-нибудь вам лечит о том что это упражнение на рельефа это на массу вы будете понимать что перед вами человек ничего не понимающий в современных реалиях тренинга первые два года тренироваться необходимо с прицелом на технику и силу особое внимание уделяя таким мышечным группам как спина ноги плечи грудные на руки вообще специальных упражнений можно не делать потом это вам только скажется большим плюсом после того как вы одолеете определенные силовые нормативы можно и нужно переходить на тренинг по принципу периодизации на все типы мышечных волокон у меня есть об этом много видео и статей на моем сайте и на моем канале youtube вы найдете на моем сайте и видео и статьи в одном месте также не забывайте посещать instagram и чем джим группы вконтакте в одной из которых я выкладываю на каждую неделю новый план тренинга как раз таки рассчитанный в первую очередь на периодизацию по принципу различия мышечных волокон это закрытая и платная группа для тех у кого нет времени вникать во все тонкости тренировочного процесса и главное друзья не старайтесь прыгнуть выше головы не занимайтесь ерундой как вот вы видите сейчас на видео если вы думаете что это французский жим лежа то вы ошибаетесь скорее всего напарник просто делает тягу штанги в наклоне обратным хватом а партнер лежа его страхует следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно и у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока